Всем привет! Сегодня я буду знакомить вас с одним очень хорошим рецептом, который помогает вернуть вашей коже эластичность. С возрастом, да, у нас у всех начинает немножко проседать лицо, кожа становится более такая вот дряблая, вот. Но это не говорит о том, что этот процесс невозможно остановить или хотя бы его замедлить, или хотя бы улучшить состояние вашей кожи, которая уже на данный момент, да, есть. Вот. Почему происходят, да, эти процессы? Почему? Потому как с возрастом у нас замедляются процессы выработки коллагена, выработки эластина, и кожа становится вот такая вот какая-то вот дряблая, да. Для этого нужно ее очень хорошо тонизировать и вводить в домашние уходовые средства определенные компоненты, которые помогают вернуть нашей коже эластичность и подарить ее супер тонус. Что же это за компоненты? В первую очередь, самым главным компонентом, самым эффективным является яблочный уксус. Вот. Второй компонент, который очень хорошо тонизирует нашу кожу, это огурец. Понадобится вот такой вот небольшой кусочек огурца, самое главное, он должен быть с кожурой. Вот. Следующий компонент, который отвечает у нас за питание, он способен проникать глубоко в слои нашей кожи, это оливковое масло. Если нет оливковое, его можно заменить на касторовое, репейное масло, либо масло виноградных косточек. И последний, четвертый компонент у нас, это желток. Желток одного яйца. Как вы знаете, желток это тот компонент, который называют компонентом вечной молодости, потому как он в себе содержит в концентрированном количестве витамины А и Е. А витамины А и Е, это витамины молодости и красоты. Что еще немаловажно, то что эту маску вы сможете наносить не только на кожу вашего лица, а также на шею и зону декольте. Потому как очень многие пишут в комментариях мне о том, что вот почему так много рецептов, да, по уходу за кожей лица и так мало рецептов по уходу за шеей и зоной декольте. Так вот эта маска отличнейшим образом подойдет и для этих участков кожи. Но прежде чем мы с вами сейчас приступим к приготовлению, я, во-первых, хотела бы вас попросить написать в комментариях свои любимые домашние уходовые маски, может быть, какие-то натуральные рецепты тоников для лица. Вот то, что вам нравится больше всего в домашнем уходе. А еще, пожалуйста, не поленитесь и поставьте лайк, потому как видео смотрит большое количество людей, а вот лайки почему-то вы ленитесь ставить. А таким образом я вижу, что стараюсь не зря и вижу ваш обратный отклик. Ну а сейчас сразу приступим к приготовлению этой масочки. Для начала на мелкой терке мы натираем небольшой кусочек огурца. К огурцу добавляем 2 чайные ложки оливкового масла. Затем добавляем 1 желток. И последний компонент 1 третья чайной ложки яблочного уксуса. Все компоненты очень хорошо и тщательно смешиваем. Быстро, легко, просто. Из доступных компонентов мы приготовили потрясающую омолаживающую маску для кожи лица. Я чуть позже расскажу вам о том, как ее правильно мы будем наносить. А сейчас расскажу о кольце каждого компонента. И начнем с огурца. В соке огурца содержатся вещества, которые могут восстанавливать кожу, уменьшать пигментацию. Кожура обладает очень мощной укрепляющей способностью и помогает придавать коже упругость. Огурец для кожи лица очень полезен. Маски на его основе дают моментальный эффект. После их применения кожа сразу становится свежей, гладкой и очень-очень увлажненной. А как вы знаете, когда наша кожа теряет вот эту влагу, она естественным образом сразу начинает стареть. И у нее появляется такой очень неприятный серый оттенок. После применения этой маски уже сразу вот эта серость моментально уходит. Про оливковое масло я рассказывала уже миллион раз в своих прошлых видео. Я могу сказать только то, что оно очень хорошо питает нашу кожу и способно проникать в ее глубокие слои. Тем самым также ее омолаживает. Но я хочу больше рассказать по поводу желтка и яблочного уксуса. Чем же полезен желток для кожи нашего лица? Яичный желток является самым полезным по своим косметическим свойствам, потому как он насыщен калием, витаминами А, Е, фосфором, кальцием, лицетином. Вот желток питает, тонизирует, смягчает кожу, выравнивает ее структуру, разглаживает складки и морщинки. А еще немаловажно то, что желток очищает омертвевшие клетки и разглаживает кожу. Вот когда на коже огромное количество уже этих омертвевших клеток, особенно если вы не вводите в свой домашний уход какие-то средства, в состав которых входят фруктовые, молочные кислоты, либо не скрабируете лицо, то тем самым на коже образуются вот эти омертвевшие клетки и все питательные компоненты, омолаживающие компоненты, им намного сложнее проникнуть в глубокие слои кожи. И сейчас перейдем к одному из самых важных таких компонентов, это яблочный уксус. Чем же полезен он? Яблочный уксус обладает целой массой положительных эффектов для кожи. Что же он делает? Он выравнивает оттенок кожи, снижает интенсивность пигментации. Расширенные поры светлеют и сглаживаются, исчезает жирный блеск, перестают появляться прыщики. У него есть эффект легкого пилинга и обновления кожи, положительно влияет на подтяжку кожи и разглаживание морщин. Такой эффект проявляется за счет того, что сочетание кислоты и щелочи в яблочном уксусе обладают антисептическими и кератолитическими свойствами. Также яблочный уксус способен снижать выработку меланина, а это очень важно в борьбе с пигментацией. Поэтому если вы хотите не только подтянуть кожу вашего лица, загладить какие-то уже имеющиеся морщинки, но также еще избавиться от пятнышек, то стоит обратить внимание на домашние уходовые средства, в состав которых входит яблочный уксус. Так, ну сейчас я расскажу вам о том, как правильно мы будем наносить эту маску. Смотрите, самое главное, после того, как вы смешали все компоненты, вы эту маску наносите не сразу, а даете ей буквально 5 минут настояться. То есть эти компоненты должны вступить в реакцию друг с другом. По истечении 5 минут вы обязательно очищаете кожу вашего лица и на полностью очищенную кожу наносите эту маску. Наносить ее удобнее будет либо с помощью специальной косметической кисти, вот либо, как я вот бывает, еще использую ватный диск. Промокнули ватным диском и распределяете полностью по коже вашего лица. Но на кожу под глазами, да, вокруг глаз, вы это средство не наносите. Наносите на кожу лица, шею, зону декольте. А под глаза, как я и говорила, вы можете заранее подготовить небольшое количество вот этого огурца, добавить даже туда немножечко оливкового масла и нанести вот в виде такой вот кашицы вот на кожу под нашей глазки. И оставляете вот эту масочку где-то на 15 минут. По истечении 15 минут вы смываете ее обязательно теплой водой. Также не забываем еще и о том, что после того, как вы смыли маску, да, вы всегда наносите свой любимый там домашний уходовый крем. Неважно какой, увлажняющий, питательный. Это делается для того, чтобы получить более максимальный эффект от маски. Вот и все. Как видите, приготовить и нанести эту маску очень легко и просто. Если этот рецепт показался вам интересным и полезным, не поленитесь, поставьте, пожалуйста, лайк. А также в комментариях под видео напишите о своих самых любимых домашних уходовых средств по уходу за кожей лица. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока!